здравствуйте дорогие рукодельницы мои любимые подписчики и гости канала я по быстренькому показываю выкройку которую я делала в прошлом видео мы будем делать панамку но теперь по этой же выкройке мы будем делать совершенно другие панамки представляете совершенно другие кто не успевает разобраться вы можете либо поставить скорость более медленную либо я оставлю в описании ссылочку на предыдущее видео где делал эту выкройку и вы тогда подробненько все посмотрите и ничего не упустите все поймете девочки я приехала на дачу озвучивать видео и в надежде что здесь будет тихо потому что за окном у меня дорога и шумит а здесь соседка взялась косить поэтому иногда будет немножко гудеть после того как я все подготовила начинаю обводить свою выкройку отступая 5 миллиметров от бумажки выкройной девочки здесь очень важный момент вы если отступите 5 миллиметров у вас получится панамка на где-то 54 размер может даже чуть-чуть 53 почти вот значит если вы отступите сантиметр то у вас получится уже на 60 размер 8 миллиметров отступите где-то вот 56 57 размер получится то есть вот благодаря вот этому припуску который вы будете делать вы можете регулировать свой размер а я продолжаю вырезаю вот все детали у меня теперь круглая часть кстати круглую часть можно вырезать уже после того как вы сошьете все вот эти вот детальки 6 штучек и уже просто померить длину окружности и вычислить и радиус но я вот делаю с таким же припуском и в принципе в более менее все сходится вырезаю круглые детали опять же белого цвета и его цветную но потому что лицо и изнанка нужно я решила делать одновременно несколько панамок и но буду показывать на разноцветные просто показала что у меня еще вот такие вот мне показалось что джинса с клеточкой будет очень симпатично смотреться но мы продолжаем простите что здесь вот у меня не фокусе получилось как-то я не сразу заметила что у меня мутноватое изображение увлеклась процессом но потом все поправила складываем цветную деталь лицом вниз сверху белую потом сверху на нее опять белую и и сверху цветную лицом вверх и сшиваем вот прям по цветной детали так чтобы у нас шов получился снаружи для того чтобы сделать одинаковые припуски я вот отмечаю я буду делать припуск 1 сантиметр отметила его на бумаге зафиксировала этот сантиметр иголкой и очень близко к краю бумаги прилепляю изоленту она мне будет показывать где у меня должен быть край моей заготовки беру свою заготовочку и начинаю строчить делаю закрепки вначале в конце и так вот смотрите прямо вот очень удобно когда видно какой припуск нужно делать я на одной паре детали показываю все а если вы делаете сразу несколько панамок можно это все по точным методам не обрывая ниток сшивать а потом уже просто переходить к следующему следующим парам ну вот теперь беру свои эти пары сшитые это же также сшиваю швами наружу вот так вот я показываю все шевчики сшиваю уже на машинке я не буду снимать вот получилось вот такая панам кожи в этом моменте можно померить ее и прикинуть как вам по размеру вот я теперь беру свои две детали дна нижняя у меня белая то что с изнанки будет а сверху цветная и по швам закрепляю прищепками и иду на машинку и зашиваю смотрите то же самое я прошу один сантиметр от края отступая по нижней части панамки по полям я швы раскладываю на обе стороны поэтому я шила по тулье они по круглой части чтобы не замялась ничего по полям обрезаю вот эти неровности все уголочки чтобы у меня панамка была кругленькая они угловатая вот все чтобы было ровненько и красиво после того как у меня уже практически все готово мне надо вот разрезать все швы у нас будут швы растрепанные по уголочкам вот так вот я нижние вот вертикально режу самые и верхние а все боковые режу вот горизонтально ножницы если острый то без проблем у меня кончики уже почти не режут поэтому я вот серединкой ножницы так быстрее надо внимательно чтобы не прорезать вот строчку не доходя до строчки где-то миллиметр или даже два режьте аккуратненько и так вот все швы я порезала вот я хотела еще знаете девочки что сказать что вот у кого кто померит у меня померила у меня получилось стулья для меня высоковато и поэтому я где-то вот сантиметра даже с копейками может сантиметр 2 миллиметра обрезала она у меня стала покороче то что если мне высокая тулья то у меня это панамка полностью закрывает обзор надо обязательно отворачивать вы тоже посмотрите может быть вам тоже нужно будет подрезать либо вот так вот сделать как я сделал еще одну панамку я этот шов зашила внутрь то есть нужно просто взять вот обрезать поближе к краешку прям припуск оставить там 2 миллиметрика а потом взять и внутрь его зашить изнутри и получится что он спрятанный этот шов и вот такая вот получается панамка сверху без растрёпышей но это на вкус и цвет товарищи нет как вам понравится я просто это тут обрезала высоту тулья а здесь вот ее зашила и в результате стала она меньше я беру мешок в котором буду стирать все это можно наволочку любую взять вместо такого мешка вот свою эту джинсовую панамку тоже сюда же почему надо постирать взять можно не стирать намочить на удобнее просто я просто бросила к своей стирке что что мне стиралась машине этот мешок и занялась другими домашними делами а в мешке надо стирать чтобы не сломать машинку потому что вот эти все ниточки которые вылетают они могут очень сильно ее забить и испортить мочить и стирать нужно именно потому что мокрое лучше растрепывается в сухом виде вот эти ниточки хуже вычесываются я обычно этим занимаюсь в ванной потому что эти нитки в ванной потом очень легко будет собрать поэтому я пойду в ванны все панамки растреплю а потом вернусь к вам и уже покажу результат ну вот готово вот так выглядит панамка которая с размахленным швом сверху то что где я просто на сантиметр тулью укоротила но ничего не подшивала вот здесь я подшивала но девочки конечно кривовато немножко в этот шов получился подшитые лучше уж просто обрезать тулью вот такая джинсовая по моему очень симпатично сочетается эта клеточка с джинсой и с каждой стиркой это будет все больше махрится и будет более пушистая вот такую я еще сшила панамку хотела посмотреть как будет с однотонной тканью цветной внутри и мне тоже очень нравится очень симпатично особенно если вот такой вот бантик приделать как я просто круглую заготовку из такой вот ткани сетки с бусинами со сборила и прицепила на булавочку но можно и пришить мне кажется очень симпатично смотрится этот бант очень украшает и прям такая романтичная сразу панамка стала эта панамка поедет в брянск с моей старшей сестре это большого размера у нее 60 размер головы и я вот как раз для нее идет сшила вот все панамки выложила какая вам нравится больше пишите в комментариях в принципе любую из них можно украсить бантиком или как вы захотите что придумаете ставьте лайк если вам понравилось это видео пишите комментарии подписывайтесь если до сих пор не подписаны и большое спасибо всем кто досмотрел до конца